Так, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум Оксана Петровна, глубоко уважаемые оставшиеся в живых слушатели, ну, наверное, настал момент, когда нужно поговорить об импортзамещении и об импорте у нас лучевой терапии. Первое, о чем хочется сказать, это о том, что вот сейчас в Минске состоялся онкологический, огромный евразийский форум, на котором было отмечено следующее. Ежегодно в мире, вот обратите внимание, я взяла только основные локализации, регистрируются более миллиона женщин со злокачественными заболеваниями женской репродуктивной системы, которые занимают первое место после рака молочной железы, составляют до 30%. По данным Международного агентства по изучению рака, в мире каждый год диагностируется около 600 тысяч новых заболеваний раком шейки матки и умирает 200 тысяч женщин. У 40% онкологических больных рак диагностируют в третьей-четвертой стадии. Это мировые данные, поэтому мы должны иметь в виду, что несмотря на то, что за последние 20 лет радикально изменилась диагностика, профилактика и совершенно усовершенствовались методы лечения, мы сталкиваемся вот с такой онкологической ситуацией. Михаил Иванович Давыдов на этом форуме высказал в своем докладе такие позиции, что основными направлениями в борьбе с онкозаболеваниями сегодня следует считать скрининг, опять слово скрининг входит в нашу жизнь, определение предикторов и профилактику рака, персонифицированный подход к оптимизации лечения в условиях современных медицинских технологий и лекарственных препаратов. И, конечно, необходимо думать о возможных путях импорт-замещения. Я не основываюсь на своих собственных заключениях, 50 лет работая в онкологии, в радиологии и в комплексных методах лечения, но хочу обратить ваше внимание, что несмотря на все вот эти четыре существенных позиций, пятая позиция говорит о том, что без импорт-замещения атомная медицина в России или исчезнет, или будет держаться на импортной игле, что неизбежно приведет к повышению смертности экономическим и политическим потерям. Многие доклады сегодня были посвящены контактной лучевой терапии. Конечно, в урологии работают подготовленные, прошедшие соответствующие курсы, все-таки радиологи, но это урологическое направление ушло как-то из нашей лучевой терапии, оно самостоятельно функционирует сейчас на урологах. Но, тем не менее, надо сказать о том, что контактная лучевая терапия сегодня – это наука емкий, высокотехнологичный, абсолютно самостоятельный метод лечения, который должен сохранять свои позиции в лечении злокачественных опухолей, различной локализации, а методы и средства реализации контактной лучевой терапии совершенствоваться. Американское общество брахитерапевтов говорит и сегодня о том, что современная, конформная, дистанционная 3D-лучевая терапия как единственный метод лечения опухолей применима только при абсолютных противопоказаниях контактной лучевой терапии для опухолей женской и мужской репродуктивной системы, предстательной железы, толстой кишки, что согласуется с их позициями сегодня. Что нам предлагает на сегодняшний день импорт замещения? Мы говорим о том, что мы практически утратили методики низкомощностной контактной пролонгированной лучевой терапии в пользу автоматизированной лучевой терапии. Значит, вот вопросы об импорт замещении, они очень резко и четко встали, начиная с 2015 года. Но это понятно, что за этим стоит. Я хочу, чтобы вы посмотрели о том, что сейчас используемые аппараты для высокомощностной контактной лучевой терапии, они представлены в нескольких вариантах. Есть смысл их сравнивать между собой? Нет, конечно, но на некоторые позиции я хочу обратить ваше внимание. Отечественный аппарат АГАТ, ВТ, который сейчас рекламируется и продается в онкологические учреждения, имеет 300 тысяч безболезненных посылок и отправок и работает в основном на кобальте. Причем, если здесь присутствуют физики, то они, конечно, скажут нам о том, что существенных различий в физических характеристиках источника кобальта и иридии-192 не существует. Нужно правильно использовать каждый из этих аппаратов. Но посмотрите, там, где работает иридий, 5000 посылок и возвратов. Причем аппараты сделаны так тонко, что после этого количества посылок и возвратов нужно вызывать специалистов для определенной адаптации аппарата. Это огромные деньги, сейчас я их не называю, не считаю нужным. Далее. У нас очень серьезный вопрос о том, как работает топометрическая система. Мы говорим нашим руководителям практических учреждений, что нужна КТ-визуализация, иногда МРТ-визуализация, для того, чтобы правильно идеологически сформировать наши программы лучевой, контактной лучевой терапии. Да, в нашем отечественном аппарате есть прекрасный визуализируемый стол, стол, который отлично фиксирует наконечники без этой подставной консоли, которую дают импортные аппараты. Но, к сожалению, этот стол не удается привозить в помещение для компьютерной топометрии и так далее. Вы обратили внимание на все предыдущие доклады, где было сказано, что повышение активности источника, укропнение фракций неизбежно ведет к повышению частоты осложнений. Тем более в органах, которые располагаются непосредственно в мишени, как у ретро в предстательной железе. Поэтому, кроме того, чтобы полагаться на расчетные данные, мы обязаны с вами знать и реальные дозы, которые получает в момент сеанса лучевой терапии каждый больной. Это персонификация лечения. Из тех аппаратов, которые я вам назвала в предыдущем слайде, сейчас есть инновационное решение. Закрытое акционерное общество предлагает нам новый аппарат для контактной лучевой терапии, который называется нуклетрим. Нуклетрим делается на основе базовых исследований ЭКЕР и немецких технологий, полностью якобы отечественной, прошедшей клиническую апробацию и сейчас уже поставленной в четыре онкологических учреждения. Но, к сожалению, мы не знакомы с теми преимуществами, которые этот аппарат дает для нас. Потому что опыт изготовления аппарата в специализированной инженеринговой компании, которая основана только в 1994 году, в сравнении с аппаратами, которые делаются на государственных заводах или на существенных заводах, а это работа с радиоактивными источниками. Это очень серьезная вещь. Но, тем не менее, этот аппарат поступил, этот аппарат будет продаваться и функционировать. Надо хорошо провести взвешенный клинический аудит по этому поводу. Наш центр занимается на протяжении всей своей, пожалуй, истории, когда впервые наши отечественные ученые предложили аппараты для контактной лучевой терапии. Мы сегодня говорим о том, что нам недостаточно с вами просто аппарата. Нам нужен целый комплекс методов и средств, который позволил бы адекватно пролечить каждого больного без всяких, так сказать, ограничений. В этот комплекс входит не только сам обычный аппарат, но входит разработанная нами система КТ-визуализации, визуализации на отечественной системе ВИДАР, потом планирование также на отечественной системе. Но мы считаем о том, что этого недостаточно. Например, для лечения опухолей больших размеров нам необходимы еще способы реальной, быстрой радиомодификации. К этим способам мы сегодня относим контактную гипертермию, которая проводится непосредственно перед сеансом внутриполосной терапии и которая позволяет резко уменьшить объем опухоли буквально после нескольких сеансов. Ну и, конечно, ситуация складывается таким образом, что мы должны реально измерять дозу в процессе контактной лучевой терапии, и это делается нами с попытками создать также отечественный клинический дозиметр для непосредственных измерений. Это все отечественные деньги, это все отечественные разработки. Они идут очень туго, они внедряются очень туго, они встречают определенное сопротивление. Наши учителя и Санкт-Петербургской школы, и Московской школы, и других школ, они работали на низкомощностной контактной лучевой терапии. Это очень важная ситуация, когда источник низкой активности располагается непосредственно в опухоли и в течение длительного промежутка времени действует на опухоль радиопоражающая. Вот эта история с микроисточниками йода. Был доклад о том, что в Америке перестали заниматься этой методикой и перешли на полностью автоматизированную контактную лучевую терапию. Но я не задала ни одному из присутствующих здесь докладчиков вопрос о том, что, скажем, ИРИДИ для лечения рака протестательной железы. Вы получаете в активности 9 кюри и даете определенную дозу. Через некоторое время, через 3 месяца вы получаете 5 кюри, уже меняется время, меняется радиобиология. Как вы это все учитываете? Только полагаясь на расчеты. А вот низкомощностная, ее можно использовать по технологии Simple Auto Loading. Ее надо продвигать, ее нельзя бросать, потому что есть много локализации опухоли, которые мы не можем лечить даже в условиях современной техники. Не полагаясь на свои собственные суждения, я хочу привести вам с конференции 2015 года, что требуют наши специалисты, работающие на импортных аппаратах, что они требуют от организации контактной лучевой терапии. Нужны оригинальные аппликаторы, нужен лечебный стол, нужно думать о стационарозамещающих технологиях контактной лучевой терапии, потому что наши больные, особенно женщины, хотят быть дома, и дома, так сказать, реабилитация идет лучше. Нужен подбор радиобиологически оптимальных режимов фракционирования, возможности добиваться требуемой индивидуализации объема облучения с возможным расширением, эскалацией суммарных доз и укропнением фракционирования. Но наши учителя-радиобиологи говорили о том, что если вы не встретите осложнений при крупном фракционировании сегодня, то вы их встретите обязательно послезавтра и через год-два-три, если больная у вас проживет или больной. Поэтому вопрос об укропнении фракций находится именно под большим вопросом. Диапазон подводимых доз без существенного роста степени тяжести лучевых осложнений. А вы видели, что когда вам показывают простату, окружается простат определенным терапевтическим уровнем, и доза там колоссальная. И также приведено дозное распределение, где на иглах, на катетерах показаны совершенно другие значения. Мы уже в наших исследованиях знаем, что доза на источнике в 10 раз превышает дозу, которая проходит по контуру. Я хотела бы сказать, что наши аппараты, которые создавались в нашей стране, они не родились ниоткуда, они не были куплены, они были продуктом наших собственных учителей. Это были и гамма-терапевтические аппараты, это были аппараты, представьте себе, и с источниками цезии 137-го, и также и ридии 192-го. Но понятно было, что на нашей огромной территории эта работа с источником иридия столкнется с определенными техническими устройствами. Что мы сейчас говорим? О чем мы говорим? О том, чтобы эндостатические устройства были жесткими. Сейчас врачи-радиологи вводят неактивные эндостатические устройства, но дозное поле стабильное, со стабильными параметрами, будет обеспечено только в том случае, если все звенья эндостатических устройств между собой соединены очень жестко. А форма дозного поля индивидуальная, такая сложная, она создается благодаря нескольким траекториям, чаще всего криволинейным, и при различным временем экспонирования. Мы сейчас отказались абсолютно от задачи визуализации эндостатов с помощью С-дуги, и мы обратили внимание на то, что современное использование пластических стентированных масс дает возможность проводить, как в Институте Густава Руси, индивидуализированное облучение сложных геометрических анатомических областей. Иностранные аппликаторы. Тот, кто работает с ними, посмотрите, пожалуйста. Вот центральный эндостат, он имеет большой загиб к переде, к антефлексию, что создает повышенную нагрузку. На переднее отдело матки. А дальше источники идут по так называемым авоидам, которые буквально ложатся на область прямой кишки. Что физики нам говорят о том, как нужно оптимально проводить контактную лучевую терапию? Здесь огромные сложности возникают. Здесь необходимость таких экономических и ресурсных затрат человеческих. Посмотрите, нужно вспомогательные дайком изображения. Нужно использовать произвольные оси для обеспечения возможности объемной реконструкции опухоли и тканей, излучающие системы. Нужно свободно физику манипулировать с источниками, обеспечивая их вращение и перенос. Наличие инструмента реального для реконструкции. Дальше много-много всяких моментов. И между тем вдруг возникло такое положение. Атлас оконтуривания в соответствии с международными рекомендациями. Библиотека аппликаторов с жесткой геометрией. Библиотека стандартных планов для аппликаторов с жесткой геометрией. Почему? Потому что на международных тренингах за границей садятся пять высоких специалистов и начинает вопрос оконтуривания и формирования индивидуального дозного поля. Ни один из специалистов не дает стандартного подхода. У каждого свое видение. Вот сейчас у нас на практике были специалисты по компьютерной томографии и по МРТ. Они говорят, а как вы себе позволяете на компьютерных томограммах оконтуривать? Вы, не зная, где заканчивается опухоль и где находятся так называемые зоны риска. Поэтому обратите внимание, что, несмотря на высокую индивидуализацию, нам нужно ставить вопрос о рациональной стандартизации. Это все делается для того, чтобы обеспечить индивидуальный подход, не навредить пациенту в проведении нашей терапии. Теперь я сразу приведу вам то, что не думайте, что люди за границей такие умные, что они поставили нам аппараты, и все остановилось на этом. Они жестко регламентируют свою собственную работу. Посмотрите, и в Штатах, и в Европе написано, что йод-125 и иридий-192 дают превышение дозы, ошибку в превышении дозы, до 27,78%. Существует анализ дозиметрических несоответствий для фотонноизлучающих источников для контактной лучевой терапии. У нас с вами источник с колоссальным набором активности и миниатюрный, трехмиллиметровый. Что? Какие несоответствия есть здесь? Несоответствие дозиметрии с одного самого этого маленького источника, что предваряет использование в клинике. Тоже мы говорим о радио-йоде, потому что микроисточники, если они будут нестандартизированы, не сертифицированы, так как это требуется, будут большие ошибки. Несоответствия, возникающие в процессе самих клинических процедур. Обратите внимание, что определение значения дозы в водном фантоме может снизить дозиметрические несоответствия, но, однако, не приводит к изменению значений предписанной и подведенной дозы. Брахиотерапия сегодня значит минимизация геометрических несоответствий, возникающих при реконструкции аппликаторов. Мы очень свободно сейчас занимаемся оконтуриванием. Мы свободно выбираем так называемые индивидуальные оптимальные поля, но мы и сталкиваемся с огромными ошибками. Вот эти пункты я еще раз не буду повторять. Но хочу вам сказать важный момент, что констатировано отклонение более 22,5 мм между позициями собственного источника и соответствующих маркеров. Это то, что нам с вами, врачам, неизвестно, потому что мы уже получили готовую продукцию. Что важно в контактной лучевой терапии? Понятен алгоритм проведения дистанционной лучевой терапии. Понятно, как надо оконтурить опухоль. Понятно, как надо минимизировать дозу. Но посмотрите, что у нас делается с вами в контактной лучевой терапии. Здесь у вас инверсивная площадь снижения мощности дозы по квадрату расстояния. Оно преобладает при формировании дозного распределения. Исторически основу планирования раньше составляла рентгенотерапия. Реже УЗИ планирование в реальном времени. Давайте посмотрим простую опухоль сейчас. Вот это их МРТ, значит, визуализация. Здесь восьмиканальный эндостат. Здесь видна уретра и прямая кишка. И посмотрите, вот эти три рекомендованных уровня. Высокий риск, сама опухоль, высокий риск, умеренный риск и низкий риск. Мы считаем, что, наверное, целесообразнее пользоваться все-таки одной величиной. Target volume. Это то, что существенно важно. Чтобы мишень была окружена дозным полем, символизирующим разовую очаговую дозу. Мы знаем, что внутри мишени катастрофа, потому что дозы там во много раз выше. Что наши системы сегодня дают? Посмотрите, наконец, наши отечественные системы дают возможность визуально представить врачу-радиологу, чего он совершенно не имел раньше. Вот эти органы, которые в объеме визуализированы, эндостаты. И вы понимаете, насколько важна жесткая фиксация. А вот в этих трех-четырех контурах, посмотрите, на каком расстоянии. Один контур накрывает другой. Как точно может врач оконтурить? Значит, чего мы добились? Мы, кроме обычного оконтуривания, сейчас имеем, так сказать, планшеты и определенные перья. Но это невозможно сделать так, чтобы не потерять определенную точность. Поэтому иностранцы тоже сегодня обратили внимание на то, что есть рецидивы и есть лучевые повреждения. Почему? Потому что, когда сложный объем имеется аппликационных систем, они написали, что нужно обязательно, чтобы четко соблюдался индекс конформности. Дальше. Обязательно отмечают, что при определении несоответствий лучше всего получается ситуация при определении GTV. Дальше. Наибольшая частота несоответствий бывает в верхней зоне краниальной и в каудальной хвосте. То есть ошибки у нас возможны. Масса всяких моментов, которые они излагают как, так сказать, неприятные и нежелательные. Вот эти вот неопределенности, они называют их неопределенностями и несоответствиями. Много очень докладов посмещено именно этим вопросам. Тут у нас с вами неопределенности положения источника внутри самого аппликатора. Потому что эта мелочь трехмиллиметровая, она бродит. И они обнаружили очень интересную вещь, что когда имеется большой наклон, скажем, метрокальпостата кпереди, то источник в эту кривизну заходя, он теряет свою возможность нормально фигурировать. Сейчас я заканчиваю. При кривизне аппликаторов нарушение в движении кабеля и перемещения может направлять источник к боковой стенке аппликатора и дополнительно являться систематической неопределенностью. А геометрические неопределенности, связанные с реконструкцией аппликаторов, они тоже очень существенны. Обратите внимание на некоторые основные положения. Объем облучения, D90. Реконструкция аппликаторов сопряжена с 4% и с 9% ошибок, которые возникают при оконтуривании. Дальше. Вот тот самый важный момент, D2. Но там, где считается, что наибольшая частота осложнений возникает. Вот тут ошибки, скажем, на прямую кишку 5-11% от 4%. И посмотрите, вот они пишут. Лучевые ректиты тяжелые. Максимальное значение при высокомощностной лучевой терапии возникает в сроке 4-5 лет. Поэтому, когда о простате говорят хорошо в первый год, второй год и в третий, это еще может ни о чем не говорить. Вот дальше пойдут вот эти вот осложняющие моменты. Теперь для низкомощностной контактной лучевой терапии. Да, есть проблемы в интродукции, есть проблемы в регистрации положения источников. Но низкомощностная контактная лучевая терапия считается сегодня предпочтительной для ракопредстательной железы, несмотря на то, что хочется сбросить вот этот гнет с радиолога, который связан непосредственно с интродукцией источников системы аппликаторов. Важным сегодня является то, что новые технологии, они связаны со слиянием неопределенностей. И иностранцы подчеркивают, что вот это слияние неопределенностей, то, о чем мы не знаем, оно очень существенно. И дальше. Внедрение каждой новой технологии приводит к новым неопределенностям, которые могут расти как снежный ком. Пути решения проблемы контактной лучевой терапии для нас сегодня – это закупка только перспективных аппаратов и технологий после адекватной независимой экспертизы. Оптимизация путей, объема инвестиций для решения насущных задач отечественной медицинской радиологии. Безусловное использование прогрессивных отечественных технологий и поддержка их эволюционного развития. От нас зависит все. Нам надо все-таки сообществу нашему медицинскому относиться строже к тому, что администрация делает для нас и для наших больных. Спасибо за внимание. Продолжение следует...